Итак, я рад приветствовать от лица компании Яндекс.Деньги вас всех, собравшихся здесь. Мы сегодня с вами поговорим о одном из самых основных, любимых, не побоюсь этого слова, продуктов компании Atlassens. Это продукт под названием Jira. Вы все уже знаете, это ни для кого секрет. Я не буду долго рассказывать про этот продукт, вы все это знаете. Я хочу сказать только, что этот продукт завоевал признание многих компаний, IT-компаний, которые у нас в России и за рубежом. Продукт очень удобный, универсальный, легко настраивается, достаточно просто дорабатывается путем разработки плагинов. Но компания Atlassens не стоит на месте, она двигается вперед, она выпускает новый функционал, выпускает новые версии продуктов, продвигается вперед. И нам с вами всем надо двигаться с этой компанией вместе, чтобы не остаться за бортом IT-территории, так скажем, да, знать новые вехи, которые появляются в этом продукте. И, собственно, вот это все нам должны помочь понять, узнать наши спикеры. Надеюсь, они не дадут нам скучать, они нас будут взбадривать, да, будут рассказывать интересные вещи, насколько я понимаю, да. И мы все, наполненные багажом знаний, уйдем сегодня домой, чтобы потом в дальнейшем использовать эти знания в своей работе. Итак, прошу первого выступающего, гонщик Цымжитов, он сам представится и расскажет о себе. Так, все работает, все нормально, все слышно? Отлично. Итак, я снова рад увидеть вас всех на новом этапе. Теперь мы поговорим немного об апдейтах, потому что, как я понял, для многих это боль. Скажите, у кого есть боль с апдейтами? Отлично. Я просто знаю еще, у кого-то есть боль, переход шестерки на семерку, а семерка была анонсирована уж два года назад. Давайте, пора обновляться. Хватит. Поэтому я сам тоже недавно обновился, несколько месяцев назад старался сделать. Ну, немножко расскажу о лайфхаках, где можно уменьшить. Сразу скажу, опускаю варианты мониторинга, потому что он у вас у всех есть. Если вы хотите дополнительно, мы можем метап засетапить. Я вам расскажу про мониторинги на Java машин, где, как лучше. Ну, я сразу говорю, я начинаю с бинарной стороны, клиент доволен, недоволен. Два варианта. Ну, часто он недоволен. И смотрим с браузерной оптимизацией, дальше мы на серверную часть смотрим. У кого-то ревит с прокси там до этого уровня, потом дальше, дальше и так углубляемся. Ну, немножко там Алексей Шепелева с сайта немножко слямзил маленькую слайдик, и вы увидите, почему именно так я говорю. Итак, план будет следующий. Немножко расскажу про основные сценарии обновления при разных вариациях, исключая клауда и вообще некоторую мотивацию, зачем это обновлять, что-нибудь такое. Минимизируем риски, чтобы поменьше было, проще было. Также маленький клинап. Есть некий повод для того, чтобы улучшить наши процессы, легаси убрать, потому что с каждым годом легаси растет. Ну, и сам шаг обновлений, маленький алгоритм. Итак, кто мы? Ну, я уже много раз рассказывал, мы ITVT, три компании в разных странах. В разных странах это не значит всегда очень хорошо. Надо решать задачи такого характера, что Jira должна работать быстро, независимо от какой-либо страны. Да еще, поскольку компания занимается алгоритмической торговлей, у них очень быстро должно все работать. Соответственно, они требовательны. Хорошо, переходим в сценарий. Сценарий обновления следующего. У вас есть Jira Data Center. Есть у кого Jira Data Center? Нету. А, практически есть. Это отлично. Блин, увы, я сильно не буду затрагивать там, потому что компания Atlassian продумала все вариации, так, чтобы легко обновляться. Zero downtime. Update. Также обычный наш сценарий. О, отлично. Я просто рассмотрел некий SLA есть. У нас есть окно для обновления, допустим, выходные. Плюс еще бизнес боится то, чтобы у нас там все могло урониться, быстро восстановиться. Ну, то есть какие-то вариации. Ну, соответственно, у нас есть окно обновлений в выходные. Это очень просто шикарно. Сидишь и отдыхаешь. Ну, бывает в компании, что работают 24 часа, вам 24 на 7, маленькое окно, и у вас очень быстро нужно обновиться. Соответственно, нас интересует вот этот вариант, очень даже хороший, с фоллбеком возвращаться. Потому что всегда надо думать, что мы неправильно обновимся. Тогда у нас будет хороший апдейт. Правда, удовлетворение такое. Че, я уже обновился? Итак, ну, Zero downtime работает на разных кластерах ноды. Все просто. Там каждая нода отдельно может обновляться. Документация, все описано. Не будем углубляться. С возможностью отката у нас есть, как правило, у кого-то Nginx, Apache, старый instance, backup. И многие делают из снапшота копию. Соответственно, вы можете легко обновиться, все подготовить, поменять апстримы. Апстримы и полетели. Если что, вернуться. А если новые изменения маленькие, у вас разница в изменениях, докинуть. Базы данных, restopia и вариации множество. Итак, ну, возьмем еще вариант с долгим возвратом, откатом, так называемым. То, что нам клиним Jira, логи. Как правило, иногда бывает при апдейтах, люди забывают объемы данных, и место забивается. Реально, это частая бывает проблема. Снапшоты, backup баз данных, ничего сверхъестественного, синковые файлы. Jira состоит из небольшого количества вариаций, где находится сама Jira, сама инсталляшка, home directory, это на уровне файловых, и база данных. Но это тоже файлики, на самом деле. Простите, все просто. Обновляемся и рестартуем новую installation directory. То есть, немножко линуксовую часть, это то, что работает с сим-линками. Ничего сверхъестественного, просто я сейчас дальше расскажу. Ну, всегда надо помнить, что при апдейтах самое сложное – это аддоны. Потому что люди кастомизируют, разные аддоны несовместимы. Или у нас в последних версиях, допустим, недавно анонсировано 7.4.2 Jira, многие аддоны еще не поддерживают. Хотя, за несколько месяцев это уже анонсируется. Ребята, разработчики, переписывайте свой API. Но не все успевают, большое. Соответственно, нужно продумывать этот вариант. Итак, снапшоты, все просто. Ну, давайте, поехали. Что я получу от обновления? Какие, у кого какие-нибудь предложения? Еще, кто будет контактировать чаще со мной, лучше будут получать призы от Atlassian. Шапочка от Atlassian, открывашка от Atlassian. Все, что угодно от Atlassian. Давайте. Новый функционал. Отлично. Перформанс, стабильность работы. Ну, блин, баг фикс. Можно так. Новые баги. Перформанс, security. Отлично. Перформанс, либо регрессии. Черт. Следующий момент. Может быть, нам нужны нагрузочные тесты, которые нужны. Честно, я использую REST API. Python делает запросы, условно говоря, запросы, которые часто нужны в больших дашбордов, и несколько делает. Но, я скажу, он полностью не покрывает, и, соответственно, мои тесты не полностью покрывают. Но каждым разом все лучше и лучше становится. Недавно я вам скажу, что буквально на днях зафиксили багу в automation и tempo. Там как раз-таки я просил, чтобы обновили в POM XML MySQL driver. И за счет этого полетело. У меня тут коллега есть. Он, может быть, знает об этом. Вот. Давайте поймем тогда, что есть Jira. Мы хотим обновиться. Что есть Jira глобально? Что для вас? Ну, ладно. Для меня это сайт. Просто веб-сайт. Черт сверхъестественно. Ну, грубо. Давайте вот прямо с больших кубиков начнем, а потом декомпозировать, декомпозировать начнем. Так проще же. Ну, чтобы понимать, допустим, один говорит, что медленно. Давайте так. Давайте сяк. Это Java-апплекуха. Ничего сверхъестественного. Она роклоун работает. HotSpot. Главное помните. Java-апплекуха посредством GDBC-драйвера подключается к базе данных. Это на операционке. Все просто. Операционку я, в частности, часто рассматриваю линуксовую часть, потому что удобно. И если вы посмотрите на support platforms, Атласин, сами они на CentOS тестят, и на Postgres у них инстансы. Соответственно, вы хотите минимизировать риски. Подумайте об этом. Если разработчики на этом тестят, если мы будем делать, маленькая вероятность. Я, честно, на MySQL бывают баги. MySQL не полностью деприкейтед и поддерживается. GDBC-драйвер, на самом деле, это все же обертка. Разработчики пишут абстрактно. Как раз-таки Вадим и ребята из AsberTech расскажут, что они просто абстрактно все это прописываются. Внутри обертка есть Атласин, который написал. А в самом деле это измененные хибернейты. И ниже еще уровень GDBC-драйвер, по сути, нативные запросы. Да, они рекомендуют. Рекомендуют – это хорошо. Но я просто говорю, почему хорошо. Но на MySQL, допустим, вы репликации разные варятся. Можно мастер-мастер, мульпликация. Галера, например. Ну, то есть вариаций много. Или исторически так сложилось, вам нужно перейти. На самом деле, переход не очень так быстро и легко проходит, потому что импорт-экспорт делать, а там много багов, косяков, и это все выходит. А или у вас жирный-жирный инстант стал, что после бэкапа в XML делать, когда импортите, он не хавает сильно. Много памяти нужно, Java-машина. Поэтому нужно уже продумывать. А? Больше? Интересно понять. Вы говорите о том, что большой инстантс. Хочется понять, какой объем инстанса вы имеете в виду, потому что то же самое всем известно, что начиная с пятерки, они обуславливали деградацию, начиная с 600 тысяч записей. В инстансе деградация производительности началась. Сейчас в разных компаниях уже очень... Я работаю в компании, там более полутора миллионов записей. А полутора миллионов? Я хочу понять, критерий много для вас. Это сколько? Вот я скажу, у нас не такой большой инстанс. У нас совсем недавно было около миллиона 600 тысяч задач. Я сейчас уменьшил их примерно 800 тысяч. Каждым разом все меньше делаю. Я просто дальше расскажу, как я делаю таким образом, чтобы уменьшать. Много чего я убираю. Но на самом деле большой инстанс не только измеряется количеством задач. Также кастомные поля. Потому что бывает так, что задач всего ничего, а кастомных полей бесконечно большое количество. Соответственно, это очень такая абстрактная штука. На сайте Atlassian это тоже описано. Но я хочу сказать, что небольшой инстанс. В принципе, можно. И плюс, если вы хотите, можете федеративно настроить. Это уже вариации. Вот. Хорошо. Раз уж это Java, давайте начнем с нисходящего подхода понимания, где какие косяки могут, узкие места. И начинать надо вот так вот. Сверху вниз. Соответственно, ребята очень много описывают. Но я не буду углубляться, потому что мы на прошлом этапе уже разговаривали про перформанс. Какие вариации можно ускориться, где-то улучшить, где-то измерить, как смониторить, где что сделать. Вот. Но. Почему я все равно про перформанс говорил? Потому что вы все хотите для перформанс улучшаете. И все думают, что появился новый функционал, будет новые баги. Подождем пару релизов. Будет более стабильный, баги зафиксятся и более стабильный. Ну, соответственно, так и идет. Но давайте так. Хорошо. Перейдем к такой минимизации. Я как системный администратор, атласин администратор, часто забываю. И атласин забывает на самом деле. Посмотрите на этот кейс. Антон Шалеев. Он с Амстердама наш соотечественник, который нашел эту багу. В конфлиенте было. То, что забыли переменные указать на binary файлы. Кто в binary обновляется? Может быть, торгозы? Проще будет. Вы будете делать. А так у нас есть systemd, init, скрипты, где вы можете прописать необходимые переменные. То есть, фактически, gret у нас home, java, где у нас уходит, мы под это сим-линк сделаем. И, соответственно, jre это все делаем. А сама инсталлятор, допустим, в current находится. То есть, это сим-линк. А каждый раз вы распаковываете рядом торгозы, которые вам нужны, версии. Меняете сим-линк, рестартуете и полетели. Все просто. Я думаю, тут уже никому сверхъестественного иного не будет. С java, не раз уже я сказал, сим-линки, обновляемся покомпонентно. Почему? Потому что иногда бывает то, что некоторые люди любят сразу все обновить, а потом думать, что сломалось. Локализировать проблему. А так мы один раз обновили, рестартнули, маленький даунтайм, пару минут. Три минуты максимум на рестарт, обновили java и посмотрели, это улучшилось. Почему я говорю java? На самом деле, я часто люблю ныть на support class. Много ноя. Каждым разом все тяжелее и тяжелее ныть. Потому что я не могу придумать причины иногда. Но, допустим, пару лет назад я обновил java, ускорилось делать нечего. Очень быстро ускорилось. Это было при апдейтах, там, маленький переход на, ну, восьмой, это минорный апдейт между java. В релиз нотах вы видите багфист на пофершованцу. Поэтому обновляете, latest, the greatest летает. Реально. Датабейс коннектор. Честно скажу, в старой компании, вот у меня бывший коллега тут есть, и в новой компании так часто бывает, что обновляешь java connector, все улучшается. А это несложно. Скачал, поставил и взлетело. Маленькое действие, не надо много чего делать, поэтому держим latest, the greatest. Про performance. По java driver вы можете сразу увидеть. Допустим, на Postgres прямо пару, несколько релизов, 5-6 релизов назад, там, performance update был. Обновляете, там, нормально. Максимально по процентам, если вам хотите, именно по персинтилям, ну, где-то до 12% улучшения было. Но я также в комьюнити Атласен видел о том, что до 20% люди улучшали. За счет просто обновлений. Очень просто. Теперь у нас новая версия java, java, java connector, и теперь нужно понять, как нам обновлять параметры. Что нам, какие параметры вы изменяете. Как часто. Кто-то application, java application называется. Ну, я просто в перемены закидываю, не парюсь. Следующий. Ctemp.sh, Ctemp.bat, сервер.xml, что необходимо нам бывает. И разные внутренние макросы, вебинкш, ну, классы. Это, да, хорошо. Это ваша часть, именно с классами ваших кастомизаций. Вы там все сами не держите. Ну, а в целом у вас получается фактически всего ничего. Ctemp и сервер.xml. Это вы можете в скрипт автоматизировать и обновлять, допустим, для тестов одни параметры, для production другие параметры, и вы сразу делаете. И при изменении вы можете легко видеть. И все это как бы в наше время, в время, когда люди все любят CICD, и плюс система контроля версии, система контроля версии изменил, вспомнил, и помнишь это делать. Вот, и не надо каждый раз вот думать о том, что зачем ты изменил документироваться, потому что перед тем, как пушнуть, надо коммит сделать, в коммите написал. Я просто забываю документировать, и сам забываю, почему это я сделал. Что порой иногда думаешь, параметр поменял, а почему это было сделано. Ну, чтобы вот этого не было, система контроля версии, всегда помнишь, все хорошо, и полетели. Также автоматизируем вариации, допустим, на самом деле очень плохо видно. В слайдах вы увидите просто скрипт, который в бэкграунде реиндекс делает. Просто ресортанулся инстанса на тестовых, и реиндекс пусть делает. Вы просто пошли, покушали, пришли, уже зареиндексировано, все сделано, все хорошо. Такие маленькие фишки, они на самом деле реально ускоряют, улучшают вам жизнь. Вот, ну, снапшоты индекса, чтобы вы могли, допустим, на ход стендбай, вы могли сразу с этого снапшота подниматься. Это очень тоже легко, снапшоты их делайте и с него реиндексируйте. Это быстрее работает, люсин индекс достаточно быстрее. Жалко, что не эластик серч используется, но что делать. Все я писал, автоматизирую, все такое. Как же насчет тестовых стендов? GitFlow, кто-то как любит, там, тестовый девелопмент ветки, мастер, там, не знаю, кто как любит, оркестрируем, докер, покер можем использовать, это от ALM Works, там уже все настроено, и в докерах уже все обновляется, все необходимые инстансы, все это делать, подготавливать, автоматизировать, это удобно. Ну и, соответственно, вы все необходимые, все этапы, пирамида тестов вы проходите. Это хорошо. И в каждый раз вы понимаете, что к чему идет. Соответственно, максимальная минимизация это у нас в Git, некий там CICD, Bamboo, Jenkins, TeamCity, кого-то, что, орхистратор, Puppet, например. Вот, допустим, Puppet.jira заходит, там уже сразу готовится. На самом деле я в GitHub сегодня смотрел, Ansible есть, Solstack, Solstack для Jira, Confluence для всего полностью от и до сделан. То есть просто нужно готовить, нужны параметры, локалхосты, пароли, и вперед, полетел. Ничего сложного. Итак, ну и все, примерно маленькие штучки, там, маленькие кирпичики начали подготовили, обновиться можем, где-то автоматизировать что-то. Ну, я, может быть, иногда неправильно действую, но я так часто, когда перед обновлением, всегда спрашиваю, может, пересмотрим некоторые сущности? Ну, просто, вот, вы создаете workflow, кастомные поля, все это, да, мы все это делаем, делаем, а может быть, это вообще нахрен не нужно. Ну, в прямом смысле. Я так вот, давай, вот, есть же Continuous Developing, Continuous Integration, а есть ли Continuous цикл обновления бизнес-процесса? Да, он есть, оказывается. И много лет назад было продумано, анализируют, понимаем, какие улучшения мы можем получить. Если меняется руководство, каждый раз бизнес-процессы меняются, то есть на Jira вы перестраиваете, а Legacy растет, а вы это все меняете. Ну, хорошо. Ну, я как снова Atlasin Admin, начиная смотреть вариации с клинапа. Как я могу быстро, без коммуникации проверить? Первое, я проверяю все плагины, проверяю на совместимость на Universal Plugin Manager. Дальше, я смотрю, какие плагины появились с таким же функционалом. Фактически многие компании, не весь функционал с плагина используют, ну, часть, а появляется новый плагин, бесплатный, и он часть функционалов это выполняет. В принципе, можно платно выпинлить, бесплатно перейти и по чуть-чуть потихонечку сделать. Ну, кто-то не хочет, кто-то сделает, ну, бывает. Дальше много филдов, скринов, ищетайпов, и все эти схемы создают, создают. Это, да, хорошо, когда она разрознена или в одну. Ну, вообще лучше не стоит в одну все пихать, но как бы много делать. Но есть ли такие штуки? Вообще есть, да. Схем, клинер, допустим, с плагина очень просто. Либо запросы в базу. Самый простой вариант, всегда дает. Либо питон. Иногда бывает, что коллизий. Вот реально коллизий очень много бывает. То, что мы мигрируем с одного места в другое место. Имеет в виду по юзернеймам, по ищукеям. На самом деле, это в логах у вас просто маленькие эксепшены полетели. Эксепшены маленькие полетели. Джа уже не падает. Ну, то есть, весь инстанс не падает. Вы не смотрите. Ну, я не знаю. Каждый раз, на самом деле, эксепшены падают. И немножко архивирования проектов. Изменяем видимость. Атласин, сами говорят, несколько вариаций архивирования. Онлайн и как бы оффлайн. И логи кэша. Итак, сверху начнем. По админтулам. Схемклинер. Я немножко описал. То, что, в принципе, интуитивно, понятно, удобно пользоваться. Можно клинтфоджиро, админтулы. Они, каждый из этих тулов очень хороший. То есть, очень хорошо работает. Прекрасно. Все в джире установил, все посмотрел. Но я в продакшене не использую. Сорян. Ну, это проигрыш производительности. Я не хочу получать. И лишние актив-обджект поля в базе, в люсин-индексах. Зачем мне это? Я просто на тестовых проверю. Это изслепка базы сделана. Я посмотрю, где что нужно очистить. Ну, свои скрипты сделать. Ну, соответственно, я получаю некую статистику сущностей. И смотрю, пересмотрел сущность. Я вижу, это в данном случае у нас скрины. И которые вообще просто не используются. Некое количество поля, которые не используются. Честно, я поля просто, я уже устаю добавлять и удалять. Добавлять и удалять. Потому что, ну, не знаю, один добавил и 15 удалил. Иногда бывает такое. Наоборот. Вот. Ну, примеры. А тут лайфхак. Несколько вариантов. Вы можете через запрос в базу найти. Для ленивых. Я, допустим, ленивый иногда бывает. Заходишь в скрины. Ичешь по Ctrl-F. Delete. Он, если нигде не привязан, он сразу показывает. О том, что можно удалить его. Удаляем. Эта сущность. На самом деле, запросов при join-ах. Это уменьшает реально количество. Время возврата данных. Конечно, это все в Java кэшируется и все такое. Но при обновлениях, честно, у меня был косяк. То, что два примерно одинаковых скрина сделали exception. И в итоге я не мог обновиться. Банально простая. Вы скажете, как? Это не может быть. На самом деле, там при обновлении, сейчас как бы все сущности затягиваются в Java машины, а потом закидываются. Допустим, в Confluence уже сделан параметр, где вы можете просто альтера необходимые в базе делать. То есть подготавливаться. Фактически, вот это уже хорошая готовка. А в этом случае, то вся консистентность нарушена. У вас просто палец. Легко. Итак, ну хорошо. По полям. Давайте статистику по полям получим. Это от живого инстанса нашего. Много людей добавляю. Я даже поищу, там прям вспоминаю. Проекты. Это нужно было. Я говорю, хорошо. А я потом смотрю. Черт. Значение ноль. Ну, я там просто, конечно, исключил now, там некоторые вариации, но все равно ноль. Это таких много. А еще скажут тебе, вот это вот поле просто всегда нужно. Года два используют. Я хочу удалить, скажешь. Нет, не нужно. Честно скажу. Сто записей. А в проекте сто восемьдесят тысяч. Ишки. Сто записей. Может быть, что-нибудь другое надо? Просто. Соответственно, вы на каком уровне? И примерно такой маленькой статистикой вы уже можете оперировать. Вот. Ты мне попросил сделать. Вот в джире Ишки, который ты захотел. Вот это поле. А он нам пустое. Прошло полгода. Где результат? Раз уж они у вас требуют результат, давайте им скажите, а где результат? Где данные ты пишешь? Потому что наши кастомные поля держатся всего лишь в трех табличках. И это просто джойнется, и все это фильтруется. Это не очень-то хорошо. И все вы в курсе, что всего лишь entity, property, and value. То есть за счет этих трех таблиц все встроится на этих кастомных полях. А многие все это закладывают, и потом проблемы возникают. Поэтому клиним. Ну, дальше больше начинается фантазия, resolution. Потом у меня в один момент пришла адская идея о том, что давай сколько времени, время жизни одного ищи на каком-то статусе. Потому что иногда бывают проекты 30 статусов условно. Хорошо, но иногда люди просто кликают и смотрят, что в этих двух проходках бывает, ну, ищи всегда почему-то меньше 10 секунд проживают. Так может быть оно не нужно? Ну, да, это сложная задача, и я просто запарился на самом деле, пока это все статистику делал. Но в целом оно дает результаты. Но для апдейта, вы скажете, зачем это для апдейта? Для апдейта это нам нужно, вы, может быть, частенько все используете integrity checker, где проверяется, иногда у вас ищи не в том статусе может возникнуть, и он фиксит. Да, это фиксится, это хорошо, но иногда бывает такой момент, что у вас изменения фиксируются, у вас много записей в базе остается, и маленькая опять неконсистентность. При апдейте может это опять провалится. Уменьшаем риск и смотрим, новая функциональность появляется, может быть, наши усложненные схемы не нужны, кому-то, может быть, пора переехать на сервис-деск, кому-то уже что-то использует другого функционала. Ну, насчет архивирования. Пришел я снова к архивированию. Я вот, допустим, использую project category. Кто использует project category в своих проектах, в своих инстанциях Jira? Отлично. У вас есть там, допустим, архивированные проекты, омолинку удаления? Ну, я, допустим, сразу отделяю, допустим, те, которым нельзя заводить новые задачи, но при этом ты можешь завершить все существующие и комментировать, логировать время. Следующее, только на чтение. И следующий полный архив – это просто невидим никому, кроме админа. И это все вы делаете, и все три этапа вы проводите, и смотрите банально по базе, и смотрим по последним активностям, и видим, допустим, вот это вот некий проект, с 2013 года изменения были. А почему он до сих пор видим? Почему проблемы? Почему я насчет этого говорю? Часто проблемами люди, когда приходят, Jira у тебя не работает, медленно говорят. А там, на самом деле, GQL запрос, не знаю, не отфильтровал по проекту бывает. Потому что люди ищут type, у него там тест-кейс сделано, как правило бывает. Тест-кейс он написал, все, он уникален, думаю. И единственное, он там not closed, все. Типа не равно closed, и все, он думает, что... А в других проектах это может быть такое. Такие банальности, они часто встречаются. И снова возвращаемся к правилу 95% на 95% вот этих вариантов. Проблем, на самом деле, они банальны, и они больше всего время съедают. Соответственно, это уменьшаем. А сложности на потом оставляем. И самая больная часть, обновляем плагины. Ну, с версии 7.3 появилась директива, на самом деле, отключить все плагины или частично какие-то плагины. Это очень удобно. Я начал этим пользоваться очень круто. Вот просто прекрасно, наконец-то, сделали. Раньше в базу делал. И рестартовал instance. Либо заходишь и перемещаешь папку install plugin. Муваешь, он без плагинов обновляется, все это делаешь, все хорошо. И теперь понимаешь, что проблема в плагинах. Ну, хотя бы локализирует. Само основное локализирует. Ну, итеративно подходя, и локализируем, все прикидываем. Ну, еще такой вариант есть вообще перед апдейтами. Часто люди берут и дизеблят плагины и обновляются. А потом по одному плагинчику и наблят, обновляют, проверяют на совместимость. Такие вариации. Итак, все вместе давайте. Давай. Ну, я подхожу к алгоритму. Проверяем в плагин менеджерах. Проверяем на то, что можно ли обновиться. Обновляем на тестовых инстансах. На staging подготавливаем. Пускаем людей. А потом по максимуму clean up. Архивируем. Задачим им. Также еще у вас бывает проект, допустим. Он, по сути, основной, там, вход, точка входа. И у него просто, допустим, до 500 тысяч. Честно, у меня было 500 тысяч задач в одном проекте. И люди говорят, проблема. Я просто там перекинул. Ну, еще я пытаюсь убедить в том, что давайте наархивируем и разделим часть задач. Ну, сейчас там 200 тысяч. Соответственно, еще уменьшить. Допустим, на самом деле, фактически нужных там, ну, 20 тысяч, дай боже. Сам основной системой работает. А то, что для аналитики, ну, блин, если ты хочешь аналитику, ну, пожалуйста, там, не знаю, условно, Proge называется и Proge Arc плюс во второй, как бы, Project K проверяй. Запускаем немного, запускаем тестировщиков. Лучше с разных проектов. Имеется в виду разных команд. У каждого свое видение, как все видят. Потому что, может быть, я не такой крутой пользователь Jira. Имеется в виду много не кликов. Бывает, люди просто фигачат. Просто столько. Ну, давайте дальше. Обновляем на стейджинг. Разогреваем кэши. Разогревать кэши, кэши, я подразумеваю под этим. Когда вы зареиндексировались, в первый момент Jira медленная. А чтобы вот это вот поменьше боли было, нужны дашборды, которые есть, можно все необходимые фильтры, запросики сделать. Они первого запроса, закэшировались, все. Люди заходят, думаю, все, быстро стало. Ну, маленький фейк, но это хорошо. Это реально помогает. Ставим баннеры, все согласования. И меняем профси пасс на абстримах. Ну, успех. Ну, в случае провала, роллбэк. Благодарю за внимание. И маленькое экстра. Ну, просто часто шестерки на семерки люди обновляются. Я немножко описал там часть методов, которыми я часто встречался и часто проходил сменять. На самом деле ничего сверх много измененных нет. Все есть в Java доках. Легко и быстро меняется. В комьюнити Atlassian есть также. Но часть из них что-то очень тяжело. То есть приходится маленькая вот такая запись, превращается побольше. Еще нужно еще на exception проверить. Да, нужно тут подумать. Иногда порой нужно просто переписать. Потому что я совсем недавно был такой случай, что я писал два дня, а оказывается был метод, который новый создали и сделали. Это моя ошибка. Я об этом не пишу. Поэтому все. Ваши вопросы? Вопросы? Давай. Меня зовут Филипп, работаю в Сбертехе. У тебя был слайд, а какие преимущества мы получим от обновления? Я почему-то в следующем ожидал сразу слайд, что плохого может быть в обновлении. Нет, я не пессимист, но такие моменты тоже бывают. Может быть, ты какие-то назовешь, но я в качестве примера могу привести два. Это первый, потеря функционала какого-то, к которому привыкли люди. Например, с седьмой версии, не помню, с какой перестало, атласно отказались от выгрузки в Excel, в настоящий Excel, а стали все выгружать в CSV. И второе, например, какие-то плагины становятся платными. Тот же скриптрайнер в определенной версии стал платным, и он стоит немало. Может, какие-то еще примеры можно привести? Немало, я немножко скажу. Для бизнеса тысяча баксов недорого, допустим, пару тысяч. Но если вы на количество пользователей уменьшаете, это вообще копить. А если вы на изданце и пишете, что десятка миллиметр прайс стоит заработать, то есть, если вы на 10. Нет, да, когда их много плагинов, то есть у нас там плагинов 40, и каждый из них стоит по 10, по 15 тысяч. Это понятно. Да, и надо доказать начальству, что нужно их разом купить. Сразу все. Может, еще какие-то другие примеры есть? Примеры, конечно же, есть такого рода. Я снова насчет функциональности скажу. Вспомните страничка компонентов, где просто компоненты, нажимаешь на компонент, в итоге выходит статистика страницы. Мне по поводу этого, насчет этого, как раз-таки мне заныли. Это был такой случай. Но я единственное могу сказать. Ну, ребят, обновляемся, либо с проблемами делаем. Да, мы теряем в чем-то, но мы получаем преимущество вот тут. То есть, мы должны показать, что ты получишь в обмен на то, что ты потерял. Но при этом, насчет того, что ты потерял, я обычно пишу сразу в Atlassian. Atlassian, пожалуйста, когда вы можете это сделать? Допустим, с компонентами на версии 7.4 немножко появилось, но отрапортовал. Ну, почему я рапортую каждый раз по максимуму пытаюсь рапортовать? Потому что все равно они собирают большую статистику и прикидывают, что, блин, вот это нужно было, а вот это забыли. Ну, так бывает. В мире софтвера мы живем вот такого рода. Ну, еще много бай-дизайн изменений бывает. Ну, а в плане еще каких болезненных? Я всегда часто стараюсь мотивировать тем, что нас будет быстрее, лучше. И еще иногда няшнее говоришь. Вот. И на няшнее много уже народа ты привлекаешь. Вот. Еще вопросы? Нет вопросов? Давай. Есть вопрос, ты говоришь, что не все плагины обновились до 7.4.2 версии последней джиры. Это связано с тем, что просто она недавно вышла, или там какие-то снова ломающие изменения в API, так же, как были между 6 и 7 джирой? Нет, вот это не такое прямо изменение, но не успели обновиться, как правило бывает. Ну, смотри, давай рассуждать с точки зрения разработчиков плагинов. Это мой хлеб. И все люди будут обновляться на последней версии. Все мы стараемся быстрее это делать. И тут у тебя много клиентов приходят, и что делать? Ну, то есть, тебе не нужно терять аудиторию. Тебе лучше дописать. Ты маленький плагин. Ну, то есть, не мега большие проекты. Конечно, есть большие проекты, допустим, так же самое. Ну, для Confluence большие плагины, тот же Tempo огромные плагины. То есть, очень много всего пишут. Тот же Structure. Но надо учитывать. Но при этом же ты эти же большие компании, ну, то есть, плагины смотришь, плагины вендоров, они поддерживают чуть-чуть 6.3 версии. Я честно спросил, а почему 6.3? Это же не поддерживает. Гонщик, на самом деле, очень много людей сидят на шестерке до сих пор. А обновились до 6.4.14, это у них пока порог, и этого достаточно. При этом, сабота уже практически закончилась. Вот такая вот ситуация. Спасибо. Итак, маленькие подарочки от Яндекс.Денег вам. Пожалуйста, Филипп. Спасибо. И тебе портативный островок стабильности. Еще кто спрашивал вопросы? Нет активных желающих вопросов задать? У всех не боль, у всех просто обновляется. Давайте, кто первую руку поднимет? Все, понял, спасибо. Что? Мы можем в кулуарах похолеварить и поговорить. Также в баре. Вот. Да. Гонщик, большое спасибо. Ребята, спасибо за вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.